Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за то, что мы каждый день можем продвигаться шаг за шагом вперед. И поэтому и сегодня мы также движемся по 22-му псалму. И рассматривая отдельно взятые стихи, я тем самым хочу сделать акценты на этих стихах. Потому что тогда, когда мы прочитываем материала сразу много, то мы многие моменты, важные моменты можем пропускать. Но чтобы в нашу жизнь попадали вот эти жемчужины, попадали эти драгоценности, попадало само содержание послания и дух послания, для этого мы делаем такие акценты пятиминутные. С одной стороны, вроде бы это всего лишь пять минут, но с другой стороны, сколько мы успеваем прочитать за пять минут, сколько строчек у нас может пройти просто каскадом, и мы пропускаем основные какие-то послания для нашего сердца. Поэтому, чтобы так не делать, мы с вами останавливаемся на отдельном стихе, и поэтому просматриваем достаточно конкретно. И если Господь наш пасторь, то посмотрите, что звучит во втором стихе 22-го псалма. А это уже еще нам ближе, потому что здесь три двойки, 2022 год. Да, и вот как раз этот текст Писания. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Посмотрите, что происходит с человечеством, когда избрали себе богов, когда избрали себе ценности вне Господа. Можем ли мы сказать, что воды тихие сегодня? Можем ли сказать, что покоимся на злачных пажетях? С точностью да наоборот. Мы видим, как многое разрушено, как много ценностей сегодня совершенно не в ту сторону пошли, потому что ценности смещены. И поэтому результатом того, что Господь не пасторь на уровне национальности, государственности, или на уровне какого-то народа, и тогда нужда начинает быть вопиющей. И поэтому я приглашаю сейчас всех жителей и нашей страны к тому, чтобы Господь стал пастырем, чтобы избрать Господа пастырем. И вот тогда вот этот вот стих, он покоит меня на злачных пажетях. То есть тогда, когда начинает произращать природа то, ради чего она сотворена. И Бог дает результат, он дает вовремя дождь, он дает вовремя силу для земли рождать, он дает пахарю способности, здоровье и так далее. То есть тогда, когда мы понимаем, Господь пастырь, у него все в порядке, у него все взвешено, он не опаздывает. И поэтому нас может покоить на злачных пажетях и водить к водам тихим. Но интересный момент, друзья, когда мы чувствуем себя частью большого общества, и мы не можем ничего изменить, по большому счету, мы можем говорить о личной ответственности. Но вы знаете, что в этом и есть уникальность. Когда мы обращаемся к Богу лично, и Он является нашим пастырем, то Он позаботится, чтобы тебя и меня привести к водам тихим и на злачной пажете. И в этом есть мое и твое вдохновение. Тогда, когда страна выбирает для себя город, нация, выбирают для себя своих богов, а мы говорим, а я хочу идти туда, где Господь пастырь. И вы знаете, это будет обращать внимание на себя со стороны других людей, и будут задавать вопросы. И потому я желаю, чтобы мы сегодня с вами были готовы указать на того, который дал нам жизнь, который дает обеспечение и который защищает все то, что Он нам дал. Ведь Он же дал не для того, чтобы враг разорял, а для того, чтобы нам быть разницей. Вот эту разницу, которую Он сказал, я ее положу, я покажу разницу между служащими мне и неслужащими. И поэтому я желаю, друзья, чтобы мы были в том числе людей, которые служат Господу, и которых Он сам водит к злачным пажетям и к водам тихим. Нам это важно в данный момент особенно. И поэтому я хочу благословить и себя, и вас вот этой молитвой. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что нам так важно жить под Твоим покровом, знать, что Господь пастырь наш, знать, что мы ни в чем не будем нуждаться. И поэтому я прошу Тебя, Господи, веди нас туда, где злачные пажети Ты приготовил, сохрани нас в безопасном месте и нас, и детей наших, и внуков наших. Конечно, мы молимся за всю землю, конечно, мы молимся за страну нашу, но Ты знаешь, Боже, каждый делает выбор свой. И поэтому благослови нас сегодня не умолкать образом жизни, а привлекать внимание множество людей, чтобы они побежали к Тебе в объятия, чтобы вас звали к Богу живому, у Которого власть над всяким троном, у Которого власть над всяким важным или неважным, или значимым, или незначимым человеком. И поэтому, Господи, а мы к Тебе свои взоры обращаем и благодарим Тебя за то, что Ты нас слышишь и отвечаешь во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»